Здравствуйте, Тяна Викторовна. Рада приветствовать вас, уважаемые слушатели. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей квалификационной категории, нейропсихолог, руководитель службы социального сопровождения семей с детьми. И сегодня мы с вами поговорим о приемах развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Все ли хорошо слышно? Видно ли меня? Если все замечательно, нажмите, пожалуйста, на гонек, чтобы я увидела, и мы тогда могли продолжить. Так, вот, отлично, все хорошо, спасибо вам огромное. Продолжаем тогда наш вебинар. Вот, отлично, хорошо. И как часто мы с вами слышим выражение мелкая моторика? Что это такое? Буквально вот совсем немножко. Мелкая моторика, спасибо за вашу активность. Мелкая моторика – это совокупность координированных действий человека, направленных на выполнение точных мелких движений кистями и пальцами рук и ног. При этом важно помнить о координации рука-глаз, так как развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения. Мелкая моторика взаимосвязана с такими свойствами сознания, как оптико-пространственное восприятие, мышление, воображение, спасибо, память, речь. И почему же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? Вспомним выражение Эммануила Канта, что рука – это вышедший наружу мозг. Дело в том, что физиологами уже доказано, что примерно третью часть площади двигательной проекции головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная в непосредственной близости к речевым зонам коры головного мозга. Именно это позволяет рассматривать кисть руки как орган речи, своего рода орган речи. Предположение о влиянии движений пальцев рук на формирование речевой функции у ребенка небезосновательным. Связь развития речи с развитием мелкой моторики доказана многими учеными. Это и Владимиром Михайловичем Вехтеревым, и Львом Семеновичем Выгоцким, известные фамилии Александром Романовичем Лурия и так далее. Физиолог Сеченов связывал двигательные функции человека с функциями высших отделов центральной нервной системы. Он отмечал, что все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – к мышечному движению. И известный исследователь детской речи Кольцовой пишет, что движения пальцев рук исторические в ходе развития человека, человечества, оказались тесно связаны с речевой функцией. Поэтому человек, не находящий нужного слова для объяснения, часто помогает себе жестами. То есть мы можем с вами наблюдать, если человеку трудно выразиться словами, он тут же подключает руки, и мы видим различные жесты. И наоборот, почему ребенок, который пишет сосредоточенно, рисует, помогает себе, непроизвольно высовывая язык. Тоже же наблюдаем часто такой момент. Известный физиолог Павлов считал, что руки учат голову, затем уже поумевшая голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга. И можно сделать вывод, что начало развития мышления дает как раз-таки рука. Почему так важно для детей развитие мелкомоторики? И тоже исследования доказывают, что если ребенок производит ритмичные движения пальцами правой руки, то в левом полушарии мозга у него происходит усиление электромагнитных колебаний в лобной и височных зонах, где находятся речевые центры. И то же самое происходит в правом полушарии при выполнении ритмичных движений пальцами левой руки. И вот это как раз-таки позволяет говорить о том, что речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Биманипулярные движения рук развивают у ребенка мышечную умелость, являются средством повышения работоспособности коры головного мозга. Формирование и совершенствование тонких движений кисти рук симулирует развитие всех психических процессов и речи. И для развития мелкой моторики наряду с традиционными методами и приемами используются и нетрадиционные. Давайте буквально кратко, не буду особенно останавливаться на традиционных. Какие здесь у нас традиционные приемы? Массаж рук – несложная техника, способствующая более эффективному развитию моторики. Это массаж детских ладоней и пальцев. Можно произвольно гладить, массировать, водить в разных направлениях своими пальцами по руке ребенка, сочетать эти действия с различными веселыми стихотворениями. Как пример, солнышком прямолинейно поглаживаем тыльной и ладонной поверхности руки подушечками пальцев. Ну, как будто рисуем лучи солнца и проговариваем ребенку. Солнышко лучами гладит нас, ласкает, солнце, как и мама, лишь одно бывает. Или тоже сорока-белобока, всем известное стихотворение. Здесь выполняем спиралевидное поглаживание тыльной и ладонной поверхности кисти руки. Рисуем спирали подушечками пальцев и проговариваем сорока-ворока, где была, далеко, дрова рубила, печку топила и так далее. Метели, например, упражнение массажное. Здесь мы с вами выполняем зигзагообразное поглаживание. Рисуем зигзаги и проговариваем. Свистели метели, летели снега, стелила в постели большая пурга. И было метелем совсем не до сна. Мы утром взглянули на сад, сугробы в саду, как подушки летят. Что еще здесь? Занятие лепкой. Лепить из пластилина. Поделки могут все детям. В зависимости от возраста и предпочтений. Берем тесто, пластилин или глину. Для удобства используем доску. Лепка дает удивительную возможность моделировать мир и свое представление о нем в пространственно-пластичных образах. Каждый ребенок может создать свой собственный маленький пластилиновый или даже может быть глиняный мир. Лепка приобщает малышей к миру прекрасного. Не только развивается мелкая моторика, но и формируются эстетические вкусы. Позволяет ощутить гармонию окружающего мира. Сюда же к традиционным методам. Это аппликация. Детям предлагаются безопасные ножницы, удобный клей-карандаш, картон, цветная бумага разных цветов. Несложно и интересно обучать ребенка созданию красивых композиций. Можно выстригать фигуры, квадраты, кружки, наклеивать их в виде композиции, изготавливать снежинки. Помимо моторики аппликации развивают способность к творческому взгляду и пространственному мышлению. Сюда же раскраски рисования. У детей также развивается не только мелкая моторика, но и фантазия, интеллект. Когда они обводят в рабочих тетрадях контуры по пунктиру. Раскрашивают, рисуют. Кроме освоения раскрасок рекомендуется использовать прописи. Игра с бумагой. Для самых маленьких детей подходит. Можно уже начинать с 7 месяцев. И отличное занятие, которое может надолго увлечь и прекрасно развить способность владеть ручками. Упражнение может протекать как изучение свойств бумаги. Ребенок может ее мять, может рвать, бросать. При чтении книг после года пусть ребенок сам листает странички. Также можно изготавливать книжки своими руками. Сюда же подойдут интеллектуальные игры с мелкими предметами, с мелкими элементами. Это игры с пазлами, мозаикой. Использовать, конечно же, их нужно в соответствии с возрастом. Собирая пазлы и картинки из мозаики регулярно, мы тренируем еще и воображение. Пальчиковая гимнастика сюда же. Дело в том, что пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук. И это дает возможность детям ориентироваться в понятиях лево-вправо, вверх-вниз и так далее. Дети старше пяти лет могут оформить игры различными реквизитами, домиками, кубиками, что еще сюда, различные мелкие предметы и так далее. Рекомендуется использовать упражнения, в которых тренируется каждый палец отдельно. Ведь в коре головного мозга имеется отдельная область проекции для каждого пальца. Необходимы движения и на напряжение, и для расслабления. Все сделаем. Дальше, что еще? Движения пальцами нужно выполнять с оптимальной нагрузкой и амплитудой. Вялая небрежная тренировка не дает эффекта. Необходимо помнить, что пальчиковый тренинг применяется как средство, повышающее тонус коры головного мозга. И соблюдать осторожность при работе с детьми с повышенной судорожной активностью. Пальчиковый тренинг включает упражнения статические. Это удержание пальцами определенной позой. Например, показать, удержали, показали. Динамические развития, например, подвижности пальцев, переключения с одной позиции на другую. Расслабляющие, которые нормализуют мышечный тонус и так далее. Однако зачастую непродуманное искусственное использование этих упражнений не вызывает у детей интереса к ним. И не дает достаточного развивающего и корригирующего эффекта. Для разностороннего гармоничного развития двигательных функций кисти руки необходима тренировка трех типов составляющих. Это сжатие, расслабление и растяжение. Это следует медицинской терминологии. Сочетание попеременного сокращения и расслабления мышц сгибателей и мышц разгибателей. Для получения максимального эффекта пальчиковые упражнения должны быть построены таким образом, чтобы сочетались сжатие, расслабление, растяжение кисти руки. А также использовались изолированные движения для каждого из пальцев. Продолжительность пальчикового тренинга зависит от возраста. Младший возраст дошкольный берем до 3-4 лет. Рекомендуемое время от 3 до 5 минут, не более. А в среднем уже и старшем дошкольном возрасте 10-15 минут в день. И сейчас я хотела бы представить вашему вниманию пальчиковую гимнастику со стихотворным сопровождением. Данная пальчиковая гимнастика является составляющей нейрогимнастики. Поскольку я нейропсихолог, поэтому акцент, конечно же, все-таки на нейропсихологию. Данная пальчиковая гимнастика является составляющей нейрогимнастики. И также еще какой момент. Если вам интересна эта тема, то пишите в комментариях. И мы обязательно озвучим тему нейрогимнастики в работе с дошкольниками на одном из наших вебинаров. И в качестве примера пальчиковое упражнение. Просим детей повторить. Вместе проговариваем стихотворение. И... Спасибо огромное. Проговаривают дети, проговаривают взрослые. И одновременно выполняем движения пальчиками. Ходит осень по дорожке. Промочила в лужах ножки. Льют дожди и нет просвета. Затерялось где-то лето. Ходит осень. Бродит осень. Ветер с клёна листья сбросил. Под ногами коврик новый. Жёлто-розовый. Кленовый. Ну, в таком формате, конечно же, очень много. Вы знаете... Ну, посмотрите в интернете. Ну, много я сама придумываю, честно вам скажу. Поэтому... Различные источники. Очень много книг на самом деле сейчас создаётся. Можно приобрести и как в интернет-магазинах. Ну, у меня уже, видите, в чём дело. Поскольку я практически всё-таки педагог. Я собираю картотеку. Где-то что-то видоизменяю. Опять же, ориентируюсь на возможности детей. Потому что даже возраст один и тот же. А уровень развития детей разный. И, конечно же, учитываем зону ближайшего развития. Без этого никуда. Поэтому видоизменяю в зависимости от возможностей. И вот как раз почему... Да, и спрашиваю, нужен ли такой вебинар на эту тему или нет. Потому что я YouTube-канал не веду. Только в виде вебинаров на нашем портале. Озвучиваю информацию, свой опыт деятельности. Спасибо вам огромное. Ага, отлично. Всё хорошо. И пальчиковые упражнения при умелом их включении в контекст различных занятий, домашних дел могут способствовать развитию детей элементов их двигательного поведения, обусловленного игровой, бытовой или учебной ситуацией. К нетрадиционным, всё-таки остановимся на них, да, больше внимания им уделим. К нетрадиционным относятся игры и упражнения с использованием сухого бассейна, использование природного материала сюда же, шишки, орехи, крупы, семена растений, песок, камни, массаж с помощью мячика суджок. Очень люблю и я этот мячик суджок, и дети тоже очень его любят, всегда спрашивают, когда мы будем заниматься, когда мы будем играть с этим мячиком. Что ещё? Здесь аппликатор Кузнецова, игольчатые коврики и липко, про них я тоже ещё буду рассказывать на нашем вебинаре. Применение различных бытовых предметов. Ничего не выбрасываю, все мои знакомые знают об этом, поэтому если кому-то что-то не надо, всё приносится мне. Кабинет, конечно, забит, здесь и прищепки, и решётки, и щётки, расчёски, бигуди, карандаши сюда же, резинки для волос и многое-многое другое. Абсолютно всё, что есть, бросовый материал, что идёт в урну обычно, я ничего не выбрасываю. Нетрадиционный материал предоставляет широкие возможности для тренировки мелких мышц кистей в различных видах деятельности, которые носят игровой характер. И помимо развития мелкой моторики и тонких дифференцированных движений пальцев, проведение упражнений с использованием нестандартного оборудования, сопровождаемое стихотворным текстом или выполняемое под музыку, направленное на решение различных задач. Это и формирование познавательной активности, и творческого воображения детей, и развитие психических процессов, и развитие зрительного слухового восприятия, творческого воображения и так далее. Очень интересны детям игры с природным материалом. Он всегда доступен, не требует больших финансовых затрат и помогает снять эмоциональное напряжение у детей. Например, игры с еловыми шишками. Проговариваем стихотворение. Раз, два, три, четыре, пять. Шишку будем мы катать. Шишку будем мы катать, соответственно, прокатываем шишку между двумя руками. Шишку будем мы катать. Раз, два, три, четыре, пять. Еловая шишка полит ладошку. Мы покатаем шишку немножко. То есть вы выполняете движение в соответствии с текстом. Кроме того, шишки можно сжимать, разжимать обеими руками. Одновременно можно работать двумя руками, либо поочередно. Здесь еще, когда поочередно, синхронизируем работу обоих полушарий головного мозга. Воздействовать можно на кончики пальцев, на ладошки. Можно простукивать, можно вращательные движения совершать. Перекатывать шишки от кончиков пальцев к запястью, к локтю и обратно. Еще что здесь. Игры с горохом. Дети набирают в ладонь гороха, зажимают его в кулачки, а потом высыпают его на картонную тарелочку по одной горошинке. И начинают пальчиками изображать, как курочки клюют горошек. И затем следует сделать упражнение другой рукой. Проговариваем стихотворение. У меня в руках горошки, я их сжимаю в ладошки, высыпаю понемножку все горошки на дорожку. Будут курочки клевать. Раз, два, три, четыре, пять. Игры с фасолью. Тоже сюда же. Дети опускают ладони в контейнеры с фасолью и перебирают фасоль в нем. И при этом проговаривают стихотворный текст. В фасольевом бассейне ладошки опускаю. В фасольевом бассейне ладошки я купаю. В фасольевом бассейне так хочется нырнуть. В фасольевом бассейне чудесно отдохнуть. Аналогичное упражнение можно выполнять и с грецкими орехами. С сосновыми шишками тоже. И с каштанами можно. И косточки абрикосов тоже подойдут прекрасно. И заходит все. Косточки персика. Я почему говорю, ничего не выбрасываю. Знакомые мои это знают. Все несут мне. Еще тоже. Скорая зима. Игры с ледяными шариками и с мешками. Тоже можно использовать. Дети достают из ведерка по два ледяных шарика. Зажимают по одному шарику в ладошки. И смотрят, как из ладошек капают капельки воды. При этом ритмично сжимают и разжимают кулачки. Произносится текст. Затем дети уже... Сейчас расскажу, какой текст. Зачитаю его. Затем дети кладут шарики обратно в ведерко. И опускают руки в мисочке с теплой водой. Проговаривает педагог. Потом дети когда заучивают, уже дети проговаривают. Ледышки горошки сжимаю в ладошки. И капельки крошки текут из ладошки. Ледышки ведерко скорее положу. И руки водички чуть-чуть подержу. Также еще очень нравится детям рисование на песке и крупах. На подносе ровным слоем насыпаю песок. Можно крупу насыпать. Манка очень хорошо тоже используется. Пшено можно, гречку можно взять, рис ну и так далее. Дети кончиками пальцев, ладошками, кулачками рисуют. Разные рисунки можно брать по образцу. Можно по словесной инструкции. Можно инсценировать, кстати, стихи или песенки тоже. С камнями очень любят играть дети. На столе выкладываю перед ребенком пять, например, морских камешков. На первые две строчки стихотворения ребенок ритмично нажимает на камешки пальчиками правой руки, начиная с большого и так далее. Затем сгребает ладошкой, катает в руке, а потом передает камешки уже в левую руку и тоже катает в ней. Ну и, наконец, извините, пожалуйста, ну и, наконец, выкладывает камешки из ладони на стол по одному. И какой стихотворный текст мы можем использовать как вариант. Раз, два, три, четыре, пять. Будем камешки считать. А потом сгребем в ладошку и покрутим их немножко. Переложим. Потрясем. И опять считать начнем. Широкое распространение и успешное применение как логопедической практики, поскольку все-таки я же логопед в первую очередь. Ну и также это и в педагогической деятельности воспитателя может использоваться. Так вот, широкое распространение получил метод суджок-терапии. Использование тренажеров суджок совместно с работой по развитию пальчиковой моторики благотворно влияет на речевую активность детей и положительно сказывается на коррекции у них речевых нарушений. Детям предлагается выполнить движение, опять же, в соответствии со стихотворным текстом. Как вариант предлагаю. Один, два, три. Нажимаем, имеется в виду, конечно, да? Это я показываю сейчас с собой, нет у меня мячика. Один, два, три, четыре, пять. Буду шарик я катать. По ладошке прокачу и еще по щекочу. Шар по кругу я катаю и ладошку разминаю. И по пальцам прокачу. Каждый я по щекочу. Вверх-вниз, вверх-вниз. Шар по пальчику катись. Сильно шарик я сожму, подержу и разожму. Дети ритмично катают мячик, потом сжимают его, опять же, произнося текст. И упражнение повторяется уже другой рукой. Тоже здесь как вариант. Мячик колючий, словно ежик. Нет ни ручек, нет ни ножек. Покатаем мяч немножко. И сожмем его в ладошки. И еще хочу сейчас попробовать, должно получиться, предложить вам музыкальную игру «Мячик в руках». Автор Юлия Дерябкина. Мячиком суджок можно также массировать стопы. Сейчас постараюсь включить. Музыкальная ритмическая игра «Мячик в руках». Разрываем милую моторику, тактильные ощущения и музыкально-ритмическое восприятие. Знакомим ребенка с понятиями правая рука, левая рука. Музыкальная ритмическая игра «Мячик в руках» Музыкальная ритмическая игра «Мячик в руках». Музыкальная ритмическая игра «Мячик в руках». Прячу вам свеку с подошки, Твои маленькие крошки. Эта ручка правая, правая, белая, Эта ручка левая, левая, не спелая. Мячик я за спинку спрячу, Никому не покажу. Где же мячик, где же мячик, Никому я не скажу. Эта ручка правая, правая, белая, Эта ручка левая, левая, не спелая. Мячик я в руках катаю, И туда-сюда гоняю. Мячик я в руках катаю, Лобка с лячиком играю. У меня есть аудиозапись. Так, презентацию надо. У меня есть аудиозапись, я включаю ее. Дети в восторге тоже всегда от этой игры. У Юлии Зерябкиной много есть, на самом деле, игр для развития мелкой моторики и не только. Поэтому, в принципе, ее можно найти в Инстаграм, она есть, при желании, кому нужно. Опять же, левая рука, тогда, если ведущая левая, тогда левая рука, работаем с левой рукой. Но, опять же, здесь еще не забывайте, но это все-таки тема не нашего вебинара. Здесь же, если ведущая левая, либо правая, идет речь об асимметрии работы обоих полушарий. И важно говорить и о том, что для полноценного развития всех психических процессов нам нужно, чтобы мозг работал активно в целом. То есть это наше межполушарное взаимодействие. И подключать, соответственно, неудобную руку. Не переучивать. То есть здесь хочу акцентировать ваше внимание на том, что не переучивать, а именно подключать, включать в упражнение, чтобы оба полушария были активны. Но это уже про межполушарку. Если тоже интересна эта тема, то также пишите в комментариях, озвучим на одном из ближайших вебинаров, как развивать межполушарные взаимодействия. Также для самомассажа подушечек, пальцев и ладоней рук можно... Хорошо, отлично, спасибо. Любимая моя тема. Очень много работаю я в рамках данной темы. Уже опыт есть тоже определенный, накоплен. И речевого материала тоже много. Что дальше? Возвращаемся к нашему вебинару. Можно использовать игольчатые коврики Лепко и аппликатор Кузнецова. Здесь используется техника игольчатого массажа в игровой форме. Я предлагаю ребенку положить руки на аппликатор. Причем такая игра должна содержать задания, при которых ребенок по-разному касается игольчатого массажера. То полной ладошкой, то одним пальчиком, то еле-еле, то со значительным усилием. То есть здесь мы варьируем с вами. Прижимающий массаж подушечек пальцев с использованием колючего коврика Лепко. Проговариваем тоже стихотворение. Шел медведь к своей берлоге, да споткнулся на пороге. Видно, что очень мало сил я на зиму накопил. Так подумал и пошел он на поиск диких пчел. Все медведи сладкоежки, любят есть медок без спешки. А наевшись без тревоги, до весны сопят в берлоге. Опять же, здесь вы можете брать различные стихотворения. Это как примеры. И на рисунке здесь как раз обозначено, что мы можем использовать... И все, мысль потеряла. Инструменты, которые обычно для других целей нам нужны в данном случае. Слоненок перед вами. В качестве игровой подача детям очень нравится. С восторгом всегда играют. В процессе игры мы как раз реализуем свои цели. И здесь что? Кисть одной руки лежит на коврике, ладонью вниз, пальцы разведены. Другая рука указательным пальцем по очереди прижимает каждый нокоть. На каждую строчку нажимаем на один палец. И можем разнообразить эту деятельность. Предлагать прошагать по дорожке, искать отдельные, например, модули в сухом бассейне, в песке, в емкости с водой. Здесь еще тоже можно закреплять знания цвета, счета. Я вообще люблю многофункциональные упражнения, потому что по отдельности времени не очень много заниматься. Когда одно упражнение реализует несколько целей, это очень удобно. И детям хорошо, и нам, педагогам. Отрабатывать можно предложеноподдержные конструкции. Делить слова на слоги, на звуки. Выкладывать схемы на столе из модулей массажера, потому что они же бывают разноцветные. Играть в капшашки можно, то же самое. Вариантов достаточно много. Да, сертификат будет. В конце вебинара Тиана Викторовна расскажет, как можно оформить сертификат. Из массажной щетки для волос. Тоже можно изготовить тренажер-ежек. К складной щетке прикрепить эластичную ленту, которая обеспечивает плотное прилегание к ладони ребенка. И надев тренажер на одну ладонь, зубцами наружу, имеется в виду, ребенок поглаживает, хлопает по второй ладони. Можно надеть таких ежиков, мы их называем ежики. Можно надеть на обе руки, похлопать в ладоши, хлопая при этом, приговаривать на пресекотворение, которое перед вами на экране. Не буду уже его зачитывать, времени не так много. Вы можете скачать презентацию при необходимости. Прекрасным орудием будет для развития пальцев и кисти руки обычная хозяйственная прищепка. Прищепки можно использовать как для закрепления навыка, например, открывания прищепки, прикрепляя прищепки к любым предметам. Тарелки, картонки, картинки. Здесь как добавление недостающих деталей, так и для проведения еще самомассажа подушечек пальцев. И для самомассажа проговариваем одновременно стихотворение, которое тоже перед вами на экране. Бельевой прищепкой дети прищепляют ногтевые фаланги, пальцы вправо, затем уже левые руки на каждый ударный слог от большого пальца к мизинцу. Еще упражнение «Солнышко». Ребенок получает желтый круг, например, из картона или пластика, или картонную тарелку можно взять желтого цвета. И набор прищепок желтого цвета. Произнося текст, он ритмично прикрепляет прищепки по кругу. И проговариваем. Как вариант тоже можно взять. Есть у тарелки «Круглое донце». Похоже тарелка на желтое солнце. Лучики «Солнышко» я сделаю я. Вот удивится мама моя. Бусы, например, или четки тоже. Длинные бигуди. Что еще? Ребристые карандаши. Зубная щетка. Резинки для волос. Платочки. Тоже, кстати. Шнурки и веревочки. Все это можно использовать для развития мелкомоторики. В качестве, например, платок можно взять. Предложить ребенку одной рукой развернуть платок. И потом одной рукой сложить платок. Другой рукой тоже. Также смять платок. Проработав с платком, можно взять листы бумаги. Тоже, сейчас возьму, например, взять и предложить ребенку одной рукой комкать лист бумаги. А потом этой же одной рукой. Это уже из нейропсихологии. А потом этой же рукой, не помогая другой, распрямить этот листочек. И опять комкаем. Одна рука точно так же другая. Это как вариант использования. Тоже все это опробовано многократно и детям очень нравится. Еще что хочу предложить. Игры с решеткой для раковины. Тоже, казалось бы, как можно использовать ее. Проговариваем стихотворение. Стихотворение «Гном». Шел по лесу добрый гном с разноцветным колпачком. Шел и песню напевал, и в развалочку шагал. Это стихотворение Натальи Нищевой. Дети кладут решетку на колени, можно на стол положить. И ходят указательным и средним пальцами по клеточкам решетки, делая шаг на каждый ударный слог стихотворения. Можно работать двумя руками одновременно. Можно поочередно, одной рукой, затем другой рукой. И так далее. В конце вебинара Татьяна Викторовна все расскажет. Хорошо, как оформить сертификат. Сейчас расскажу. У нас еще есть время. Столько всего много, хочется все успеть рассказать. Ну, понятно, конечно, что все прям не получится, но многое из того, что особенно мне кажется интересным. Игры с резинкой для волос. Так, тоже тогда в конце хорошо. Татьяна Викторовна расскажет, как скачать. Игры с резинками для волос тоже можем использовать. Как вариант стихотворения проговариваем. Называется перстенек. На пальце перстенек, он блестит, как огонек. Крутился, искрился, с пальчиком свалился, назад возвратился. Надеваем и снимаем резинку, соответственно, каждый палец. На большой палец, на указательный, на средний и так далее. Это же упражнение, кстати, можно использовать с пружинками суджок. Мы уже говорили о суджок, да, и в каждом мячике, с каждым мячиком продается две пружинки в виде колечка. Можно на это стихотворение, под это стихотворение надевать не резинки, например, для волос, а вот эти пружинки от мячика суджок. Пробки тоже не выбрасываем, тоже они помогают в работе. Необходимо взять пластмассовые крышки от бутылок. Берем, например, четыре штуки, надеваем их как обувь на указательные, на средние пальцы. Идем, шагаем, как ножками, не отрывая так называемую обувь от поверхности стола. И получается, как будто шарка. После каждого двустиша меняем руки. Например, крышки пальчики обулен, смело в них вперед шагнули. И пошли по переулку на веселую прогулку. Пальцы словно балеринки, но одеты в ботинки. Каждый пальчик будто ножка, только шаркает немножко. Также в своей работе я использую крышки от фрута няни. Из крышек можно собирать разные интересные конструкции. Довольно интересная задумка, дети также в восторге. Крышечки выполнены в семи ярких цветах, чтобы малышам было интереснее с ними играть и собирать конструкции. И данная игровая деятельность может дать огромный толчок в развитии познания, формирования самых разнообразных умений, сенсорной активации всех органов чувств. Пробудить интерес к конструированию, развитию творческих способностей, творческого воображения. Игры с пуговицами. Здесь тоже по факту можно отдельный вебинар посвятить. Тоже столько всего интересного. Любой педагог знает, что завоевать доверие ребенка надо обладать чем-то таким сокровенным, недоступным для него в обычной жизни. И вот как раз-таки таким предметом стала обыкновенная пуговица у меня. Большое разнообразие пуговиц позволяет использовать их как и для коррекционных, так и для развивающих целей. По ознакомлению и закреплению таких понятий, как цвет, форма, величина. Упражняясь с пуговицами, ребенок развивает координацию движений, добиваясь точного выполнения. Развивается усидчивость, произвольность психических процессов. Развивается аудиальный, визуальный, кинестетические каналы восприятия, так как упражнения выполняются в режиме «услышал», «увидел» и «сделал». Пуговичная терапия проста в применении, проста в манипуляции и манипуляции с пуговицами, что очень хорошо. Вот, да, тоже здорово, спасибо огромное. Не образуется пыль, не вызывают пуговицы аллергии, не пачкаются, ими нельзя порезаться, нельзя уколоться. Пуговицы легко моются, обрабатываются, как все пластмассовые игрушки. И в качестве примера, буквально тоже очень кратко, поскольку тут можно тоже долго говорить. Например, поднимание пуговиц, с помощью двух пальцев разных рук, переложить пуговицы из коробки на стол. Берем, например, указательный, пытаемся захватить двумя пальцами. Да, да, я тоже говорю, опять же, ничего не выбрасываю. У меня большая коробка этих пуговиц, каких только нет. Детям даже на первых этапах, им нравится просто рассматривать, перебирают пальцами, рассматривают эти пуговицы. А дальше уже, конечно, когда все знакомо, то тогда включаю различные игры. И можно двумя пальцами, обеими руками переложить пуговицы из коробки, например, на стол. Усложнять здесь тоже можно, сочетать в парах разные пальцы. Например, это вот сейчас я вам показала указательные пальцы, а можно, например, большой указательный. Или, например, средний и безымянный вот этими двумя пальцами переложить. И так далее. На время тоже, кстати, можно подключить игру, будет в качестве усложнения. Кто за определенное время соберет больше пуговиц. И так далее. Расти пальчик. Большим пальцем двигаем пуговицу по фаланге пальца. От, например, ногтя можем идти к ладони. Или наоборот. И таким образом заставляем расти пальчик. Рассказываем ребенку, чтобы ему интереснее было. Тут уже фантазию можно подключать сколько хочешь. Очень полезно для развития мелкоматорики. Спасибо огромное. Комкать различные материалы. Да, вот то, что как раз я говорила. Можно комкать и носовой платок, и лист бумаги. И что еще? Игры со счетными палочками. Тоже очень их много. И тоже можно посвятить целый вебинар этой теме. Как вариант. Нужны четыре счетные палочки. Они раскладываются на столе перед ребенком. Который берет их одноименными пальцами от указательных к мизинцам. Спасибо огромное. Пара пальцев берет одну палочку. На каждую строчку по одной палочке. И проговариваем стихотворение. Очень длинный клюв у цапля. Вы длиннее найдете вряд ли. Клювом мериться пришли аисты и журавли. Игры с бусами. Тоже прекрасно проходят. Нам понадобятся бусы, вытянутые в нитку. Можно взять, например, 17 бусин. Центральная бусина большего размера или другого цвета. Ребенок берет за края и одновременно обеими руками, перебирая по одной бусине, двигается к центру. На центральной бусине руки встречаются и начинают расходиться, также перебирая по бусине, но уже в противоположные стороны. Бусины перебираются. Еще также можно сопровождать стихотворение. Как вариант, заяц и ежик навстречу друг другу шли по дорожке, по полю, по лугу. Встретились и разбежались они. Быстро бежали, пойди догони, не догонишь. Игры с пипеткой. Для этого упражнения понадобятся пипетка и небольшие емкости для наливания жидкости. Всасывание пипеткой воды. Это будет развивать мелкие движения пальчика, улучшать общую моторику рук. Игры с пинцетами тоже превосходны. В емкость с пинцетом дети накладывают бусинки. Что еще можно? Горох, пуговицы. Стартировку осуществлять мелких предметов. Стартировка по цвету, например, по форме. Опять же говорю, люблю многофункциональные упражнения. Бусинки можно перебирать, пуговицы, пинцетом и так далее. Игры с драколом тоже я включила в деятельность. Дети тоже в восторге. Нужно вырезать из картона какую-нибудь фигурку. После чего проделать драколом отверстие по краю этой фигурки. Теперь нужно взять цветной шнурок или ленточку и продеть ее в отверстие. Кстати, еще продаются и готовые варианты. Это, скажем так, более дешевый прием. Игры с трубочками тоже великолепны. Трубочки для коктейля берем. Разрезаем на мелкие кусочки, разноцветные пластиковые трубочки. И упражнение состоит в том, чтобы нанизывать на ниточку. Можно на проволоку. Здесь смотрите по возможностям детей. Нанизывайте на шнурок. Вот, да-да-да, красота, здорово. Шнурок можно взять. Там уже смотрите, нанизываем эти кусочки. Можно в определенной, кстати, последовательности их нанизывать. Усложняем в качестве усложнения. Еще хочу предложить вашему вниманию вот такой мягкий конструктор. Называется липучка-банчемс или репейник. Увлекательная игрушка. Мои воспитанники очень-очень любят ее. Они с огромным удовольствием конструируют интересные, забавные поделки, фигурки, причудливых форм. Придумывают потом имена этим своим необычным игрушкам. И даже разыгрывают различные истории. И с каждым днем творческий процесс захватывает детей все больше и больше. Тоже здесь хочу предложить вашему вниманию игры с данным конструктором. Например, туча. Ребенок получает детали конструктора синего цвета и лепит тучку. И на протяжении работы произношу я. Сначала потом ребенок произносит, когда уже выучит. Это синяя подушка. Не нашепчет сны на ушко. С ней приходит непогода и осенние невзгоды. Мокрых пестрых листьев кучи, потому что это туча. Или упражнения пчела, игра пчела. Ребенок получает, опять же, детали конструктора, желтого, черного, цветов, глазки. Там еще в конструкторе глазки есть и много всяких дополнительных деталей, крылышки. Произносит текст и лепит пчелу. Нектар и пыльцу собирает пчела. С утра до заката у пчелки дела. Пчела хлопотунья, пчела не поседан, а копит на меду, на пасеки деда. И так далее. Игры с сенсорным кубиком. Времени уже, правда, не очень много, поэтому тогда быстренько пробегусь. Игры с сенсорным кубиком тоже великолепны. Представляет собой куб, на грани которого расположены огромные, объемные предметы разных форм. Да, вот, согласен, спасибо большое. Мои тоже очень любят. И различные предметы, различные формы, оттенков, аппликации всевозможных материалов. Можно как купить, так можно и сшить самостоятельно. Тоже детям очень нравится. Еще бизи-борды превосходные. Что это? Это развивающая доска со всевозможными кнопочками, замочками, крючочками. И еще мы можем встретить название как развивающая доска Монте-Сори. Дело в том, что именно как раз таки Мария Монте-Сори впервые в 1907 году был изготовлен прототип современного бизи-борда. И она решила дать возможность детям поиграть предметами, которым родители их просто не подпускают. И с такой доской ребенок пополнит свой багаж знаний, разовьет свои тактильные ощущения. Сюда же мелкая моторика, логика, мышление и так далее. Очень много-много всего. Игры с липучками. Тоже красота превосходная. Способствуют развитию зрительного восприятия мелкой моторики, памяти, речи, логического мышления. Но поскольку все-таки я логопед, поэтому я использую липучки не только для развития мелкой моторики, но и для закрепления лексических тем, и для отработки грамматического строя речи и так далее. Делаю их сама, честно вам скажу. У меня есть ламинатор, я ламинирую, распечатаю, ламинирую. Липучки. Вот эти, кстати, тоже можно купить. Я покупала на Алиэкспресс, заказывала. Сразу мне много пришло, поэтому мне хватает. Дешево и сердито. Все замечательно. И очень удобно, кстати. С липучками тоже. Липучкам можно уделить вебинар, поэтому если интересно, то тоже пишите. Тут, походу, столько тем намечается. Игры с камешками Марблс. Тоже я очень люблю и дети любят. Вся же жизнь ребенка – это игра, правильно? Поэтому процесс обучения ребенка никак не может проходить без нее. Тактильное ощущение, мелкая моторика, мыслительный процесс развивается в детской игре. И применение камешков Марблс – это один из нетрадиционных приемов обучения. Он очень интересен детям. Универсальное пособие представляет уже собой, как готовые наборы стеклянных камешков разного цвета. Еще можно купить в продаже готовые наборы не только камешки, но еще и шаблоны, как в виде изготовленной из картона. Но, опять же, у меня только сами камешки, а я дальше уже под свои цели адаптирую, тоже распечатываю, что мне нужно, и дальше мы с детьми работаем. При использовании камешков Марблс у детей обогащается словарный запас, развивается внимание, мышление, творческое воображение. Дети становятся более уверенными в себе, обогащаются положительными эмоциями. И данные игры способствуют повышению речевой активности детей. Могут использоваться как на подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях, и в свободной деятельности детей тоже. Также очень кратко, графический диктант можно выкладывать с помощью камешков Марблс. Педагог, например, дает инструкцию. Положите красный камешек в левый верхний угол, зеленый в правый верхний угол и так далее. Ребенок выполняет манипуляции с камешками в рамочке. Ну и дальше можно предложить ребенку проверить по карточке. И так далее. Тоже можно долго разговаривать и посвятить целый вебинар камешкам Марблс. Искренне надеюсь, что опыт работы и предложенный материал помогут вам в трудной, но увлекательной работе по развитию мелкой моторики. Хорошо, спасибо. По развитию мелкой моторики дошкольников. Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики, очень много. При желании, особенно если подключить фантазию, воображение, придумывать их можно бесконечно. И главное здесь учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, желания, возможности. Умелыми, конечно же, пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые разминки, которые проводятся систематически. С самого раннего возраста помогают детям уверенно держать карандаш, спасибо вам большое, ручку. Самостоятельно заплетать косички, шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора и так далее. Необходимо помнить, что если будут развиваться пальцы рук, то будет развиваться и речь, будет развиваться мышление ребенка. Спасибо вам огромное за внимание, спасибо вам за ваше тепло, за ваши отзывы. Очень-очень приятно. Я рада, что наш вебинар оказался полезным. Для меня это очень важно и ценно. Будем рады вас видеть на наших последующих вебинарах. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»